Большая пресс-конференция Владимира Путина сегодня, как и ожидалось, во многом была посвящена внутренним российским проблемам. Как никогда ранее, большинство из прозвучавших президенту страны вопросов задали именно регионы, а не представители федеральных или международных СМИ. Что понятно, весной будущего года президентские выборы. И хотя сегодняшняя пресс-конференция особо не анонсировалась, о ней много не рассказывали, число аккредитованных журналистов бьет рекорды почти полторы тысячи человек. Хотя временной рекорд по продолжительности пресс-конференция не побила, зато у журналистов появился свой Дед Мороз. И с самого начала всех поздравлял с наступающим Новым годом. В самом зале впервые места хватило не всем присутствующим. И первый вопрос о выборах. Владимир Путин, желая ответить сразу всем, с ошибкой прочитал плакат нашей коллеги Лилии Павлова из Набережных Челнов «Путин Бабай» и собрался комментировать, как ему показалось, Путин Бай-бай в свой адрес. После объяснимого смеха в зале из-за такого прочтения, отвечать на вопрос президент начал с готовностью. Вы знаете, что нашу республику и многие регионы в этом году всколыхнул языковой вопрос. Мы говорим про Татарстан, который я очень люблю, и там у меня и друзей много, но ведь татары проживают не только в Татарстане. Половина примерно татар проживает в других регионах Российской Федерации. У всех должны быть равные стартовые условия. И если люди будут знать свой национальный язык, о чем я сейчас тоже скажу, считаю это очень важным на самом деле, и будут отставать в языке межнационального общения в русском языке, преподавание в ведущих вузах страны ведется на русском языке, нужно обеспечить людям возможность изучения родного языка, не только татарского, и марийского, и чеченского. В продолжении разговора вновь была затронута тема территориального деления регионов. Пять лет назад этот вопрос президент уже звучал от нашего телеканала, и сегодня Владимир Путин повторил сказанное ранее. Никаких изменений границ регионов без решения и согласия населения не будет. Как не будет и резкого повышения пенсионного возраста. Зульфия Султанова из Набережных Челнов спросила президента об этом. В утвердительной форме Владимир Путин поправил журналиста, говоря, что решение еще не принято, оно обсуждается. Впервые в этом году вопросы задавали и не профессиональные сотрудники ПИРа, а те, кто решил обратиться к президенту с конкретными проблемами. Делайте со мной что хотите. Да, я сюда пришел незаконно. Сделался журналистом и прочее. Владимир Путин добросовестно стремился ответить всем. Президент выпил три стакана воды, старался разглядеть максимум табличек в зале. Вопросов было сотни. По темам никаких ограничений. Обсудили и так называемый демографический пакет Путина. Решение, которое обрадует миллионы мам по всей стране. Введение ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением первого ребенка до достижения им полутора лет в размере прожиточного минимума ребенка, которое будет выплачиваться семьям со среднедушевым доходом ниже полуторакратного прожиточного и минимума трудоспособного населения. Китайские СМИ спросили президента России о совместных проектах, в частности, и строительстве высокоскоростной магистрали. Тема грядущих выборов также снова всплывала раз за разом, как результаты экономической деятельности в стране и закредитованности регионов. Принято решение реструктурировать на семь лет кредитные задолженности практически всех регионов Российской Федерации. На семь лет. Под пять процентов. По истечении трех часов и сорока двух минут Владимир Путин завершил общение. Это удалось ему не сразу. И только после поздравления с Новым годом журналисты расслабились и отпустили президента на следующее мероприятие. Редактор субтитров А.Семкин